С 6 по 12 февраля Министерство здравоохранения Российской Федерации объявило недели ответственного отношения к здоровью полости рта. Как сохранить зубы здоровыми и почему важно своевременно проходить лечение у стоматолога, расскажет наш корреспондент. Консультацию, пожалуйста. Давайте посмотрим, что у вас в полости рта. Ежедневная гигиена полости рта важна для всего организма. По словам врачей, плохое стоматологическое здоровье связано с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и желудочно-кишечного тракта, осложнений при беременности и развитием сахарного диабета. Хотелось бы всех, конечно, попросить, чтобы обращались всегда вовремя к стоматологам, то есть, чтобы не затягивали с лечением зубов, потому что наши люди, как правило, всегда любят чуть-чуть затянуть. Сегодня болит, завтра не болит и не обращают к стоматологам. Потом дальше это все развивается в более сложные процессы. Наталья Ерина поход к стоматологу оттягивала несколько месяцев. Врач столкнулся с запущенными воспалительными процессами. Полчаса кропотливой работы и зуб удалось спасти. Очень довольна. Сделали меня чуть обезболить. Сейчас я немножко кривовато, потому что замерзла. Обязательно надо ходить, обязательно надо проверяться, иначе будет так, как у меня. В центральной поликлинике стоматологии отведен целый этаж. Врачи оказывают весь комплекс услуг. От лечения кариеса и реставрации до удаления зубов и протезирования. Пациент получает комплексный подход и консультации сразу нескольких специалистов. И уже уходит полностью обследованной и с понятным диагнозом, и с понятной выбранной тактикой лечения. Детские врачи обсматривают детей в диспансерные дни, в школах, в детских садах, что позволяет также предотвратить развитие кариозных всех этих процессов и дальнейших заболеваний у детей. Важно помнить о правильном питании и гигиене полости рта. Чистить зубы не менее двух раз в день. И каждые полгода приходить на профилактические осмотры. Соблюдая все рекомендации врача, можно сохранить зубы здоровыми на долгие годы. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.